Самое безопасное место в Самаре это жилые дома возле тюрьмы, что на садовом проезде. Об этом написал блогер Игорь Кондратьев. Подъезды, продолжает он, здесь не закрываются кодовыми замками, так как никто сюда не поедет воровать. В жилой зоне пять двухэтажных домов. В них проживают семьи сотрудников СИЗО Самары, около 400 человек. Более того, на дверях подъездов увидели объявление «Сниму комнату в этих домах». Сюда рвутся попасть, заключает блогер. А еще здесь чисто, много зелени, есть даже виноград. Не случайно эту улицу называют садовым проездом. Одним словом, пишет автор, это почти настоящий закрытый военный гарнизон. Блогер Владимир Сверкалов предлагает организовать тотальный сетевой контроль над масштабным ремонтом реконструкции дорог, которые начинаются в Самаре 1 июля. «Предлагаю делать», пишет он, «регулярные репортажи с мест ремонтов и желательно с фотографиями. При этом хорошо бы делать не общие виды, а с детальным фотографированием качества и процесса работ. «Посмотрим», добавляет автор, «есть ли в Самаре человек-каток, на сколько сантиметров срезают старый асфальт, делают ли разуклонку, отстаивается ли асфальт и так далее. Хорошая идея, пишут читатели. Поддержим и поможем». Об очередной медлительности свежеиспеченных полицейских написала блогер Кокошник. У ее подруги сняли все четыре колеса вместе с литыми дисками. Остались только болтики и камешки. Та сразу же позвонила в октябрьское отделение полиции и прождала полицейских шесть часов. Ужас какой, жалеют читатели пострадавшую. И налицо невыполнение своих обязанностей органами внутренних дел, добавляют они.